из ваших любимых рубрик. Еда, которую мы повторяем из разных фильмов, мультфильмов и сериалов. Выпуск будет максимально интересным. Поехали! Начнём мы с мультика «Гадкий я». Приготовим шляпу начес с гуакамоле. Ну если шляпа служит начес, то логично сделать такое же тесто, как для начес. Основные продукты это кукурузная мука, пшеничная, а также оливковое масло. Открываем кукурузную муку и высыпаем 2 стакана в миску. Открываем пшеничную и высыпаем всего 1 стакан. Соль, перец и оливковое масло. И добавляем воду. Всё это перемешиваем. Вымешиваем тесто, пока оно не будет вот такой консистенции, похожее на пластилин. Припыляем стол мукой и раскатываем наш ком-тесто. Нужен очень тонкий пласт. Собираем тесто в валик. И тут стало ясно, что тесто для начес не подходит. Так как оно вообще не эластичное и сразу рвётся. Поэтому мы замесили ещё одну, в котором кукурузной муки раз в 5 меньше. И подкрасили оранжевым красителем. Раскатываем его. Оно гораздо сложнее раскатывается, но зато не рвётся. Складываем его в несколько раз и откладываем в сторону. Форму шляпы можно сделать очень просто. Для этого посредине противня ставим возвышенность. В нашем случае это 3 одинаковых тарелки. И сверху на них выкладываем тесто. А лишнее, которое за бортами, обрезаем. Получается красиво, но она ещё сырая. Отправляем в духовку при 200 градусах на 40 минут. И пока всё это подсыхает и превращается в чип, сделаем гуакамоле. Для него нам нужно 5 авокадо, 1 луковица, помидор, лайм, острый перец и кинза. Берём авокадо и проходимся ножом вокруг косточки. Пятку ножа втыкаем в косточку и убираем её. А мякоть вычищаем столовой ложкой. Теперь берём лайм. Разрезаем и выдавливаем сок. У красного лука срезаем хвостик и корень. Делим пополам, очищаем и нарезаем мелким кубиком. Также мелко нарезаем помидор. Весь острый перец мы использовать не будем, возьмём половину. И мелко нарежем. Последнее это кинза. Поливаем оливковым маслом. Присаливаем. И с помощью толкушки для пюре превращаем всё это в однородную массу. Гуакамоле готово. К этому времени наша шляпа из теста испеклась. Вытаскиваем её. И по краю выкладываем гуакамоле. Можно отламывать край шляпы и обмакивать в гуакамоле. Получается очень вкусно. Мы конечно попытались как мультики одеть шляпу на голову, но она не очень устойчивая. Тем не менее, то что было в мультике мы повторили. Следующий мультик это панда кунг-фу. Мы уже готовили бао-дзи, но помимо них в мультике есть ещё суп с лапшой. По рецепту папы по мистера Пинга. Итак, первое, о чём нужно позаботиться, так это о мощном мясном бульоне. Поэтому в кастрюлю с холодной водой отправляем хороший кусок говядины. И на медленном огне оставляем вариться. Чем дольше, тем лучше. У нас он варился около двух часов. И мы иногда подливали воду. На этом этапе мясо можно убрать. Оно в супе уже не нужно. Весь вкус мы получили из него в бульон. Подливаем немного красного вина. И бросаем кусочек имбиря. На этом этапе не забудьте подсолить. И можно добавить каких-нибудь специй. Бульон не очень чистый, поэтому пропустим его через сито. Продолжаем варить, но уже добавим овощи. Вернее, один овощ. Редьку. Сначала её нужно почистить. А затем нарезать кружочками. Варим ещё минут 10 и он готов. Теперь нам нужно сделать лапшу удон. Которая была в супе УПО. Это, наверное, самая простая лапша, которую только можно придумать. Просто высыпаем в миску 200 грамм муки. И вливаем 120 миллилитров воды. Всё это замешиваем. До получения вот такого плотного теста. Вымешивать нужно довольно долго, минут 20. После чего заматываем его в пищевую плёнку. И оставляем отдохнуть. Через полчаса оно станет более мягким. Раскатываем ножком тесто как можно в более тонкий пласт. Тесто просто супер тугое, поэтому это не так уже просто. Сверху этот лист присыпаем крахмалом и начинаем складывать. Края обрезаем. Оставшееся тесто нарезаем на тонкие полоски. Самое главное сделать их одинаковой ширины. Чтоб время приготовления было одинаковым. А не так, что одна уже разварилась, а вторая ещё сырая. В конце подбрасываем пальцами тесто. И наша лапша-удон расправляется. Остаётся закипятить воду. Очень сильно её подсолить. И можно отваривать лапшу. Сама лапша естся палочками, а бульон ложкой. Суп на вкус необычный, но прикольный. Переходим к последнему рецепту. И этим блюдом вы заполнили просто все комменты. Это пирог Бабы Капы из мультика Лунтик. По виду это даже не пирог, а скорее каравай. Начнём с теста. Сделаем его настолько вкусным, насколько вообще возможно. Нам нужны весы. Ставим в сотейник и вливаем 300 мл молока. К нему ещё столько же воды. Всё это нагреваем, просто чтобы оно стало тёплым. Переливаем в миску. Открываем сахар и добавляем 2 столовых ложки. Также 2 столовые ложки сухих дрожжей. Немного муки и перемешиваем венчиком. Для того, чтобы все комки разошлись. Должна получиться консистенция, как для теста на блинчике. Всё это оставляем в тёплом месте, пусть опара подходит. Спустя минут 20 мы получаем просто густую пену. Из специй нужен кардамон, у нас он цельный. Поэтому измельчаем в кофемолке. Полторы чайных ложки высыпаем в опару. Немного соли. Сахар отмеряем ровно 300 грамм. Разбиваем 5 куриных яиц. И очень немаловажно масло. Открываем, его нужно 300 грамм. Перекладываем в сотейник и растапливаем. Вливаем туда же. Я так подумал, бабака поэта пчела, поэтому логично в тесто добавить ещё и мёд. Буквально 100 грамм переливаем в сотейник и разогреваем. Чтобы он легко вмешался в тесто. И добавим ещё одну столовую ложку дрожжей, так как мёд приглушает дрожжи. Жидкая часть теста готова, теперь сделаем сухую. Высыпаем в тазик полтора килограмма муки. Две столовых ложки разрыхлителя и перемешиваем венчиком. Остаётся жидкую часть ввить сухую и перемешать. Должно получиться супер мягкое, приятное тесто. Его мы перекладываем в миску поменьше. И накрываем пищевой плёнкой. Оставляем в тёплом месте и даём зайти. Спустя час оно хорошо надулось. Обминаем его. И опять накрываем плёнкой. Через полчаса достаём, обминаем и теперь оно готово. Выкладываем на стол. Нужно отделить треть теста, которое пойдёт на всякие украшения. В мультике говорится, что в пироге были орехи. Мука, сахар, орехи. Но мы добавим ещё и изюм. Перед этим его нужно подготовить. Открываем и пересыпаем в миску. Заливаем кипятком и сразу же его сливаем. Пересыпаем крахмалом и катаем изюм по сотейнику. Это нужно, чтобы внутри пирога он не раскисал и не давал лишнюю влагу. Пересыпаем изюм на тесто. И туда же отправляем орехи. Подтягиваем края теста, чтобы начинка оказалась внутри. И распределяем, просто катая тесто по столу. Итак, начинаем собирать. Берём противень, на него пергаментный лист. И выкладываем тесто ровным шариком. От остального теста отрываем кусок, делаем шарик. А затем раскатываем в тонкую колбаску. И выкладываем сеткой на основное тесто. Из двух колбасок побольше плетём косичку. И укладываем в самый низ вокруг. На лист пергамента насыпаем сахар и корицу. И тонкие колбаски катаем по поверхности пергамента. Тоже плетём из них косичку. Но укладываем уже ближе к верху. Закрепляем зубочисткой. Дальше делаем вот эти листочки или ракушки в нижней части пирога. Крепим их на зубочистке. А на самый верх делаем розу. На этом пока всё. Остаётся взбить одно куриное яйцо с сахаром и водой. И смазать наш каравай. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов. На выпекание у меня ушло 2,5 часа. Снимаем все зубочистки. А теперь самое прикольное. Украшаем. А украшать будем с помощью ягод и цукатов. Берём малину, макаем нижнюю часть в мёд. И выкладываем по кругу. Дальше поверх розы нужно сделать башню. С помощью того же мёда и малины. По кругу башню обкладываем зелёными цукатами. И самое последнее. Голубикой заполняем весь верхний сектор. Всё, вот теперь пирог Бабы Капы готов. Посмотрим на него в разрезе. А в разрезе это просто максимально мягкое и пористое тесто. Внутри которого попадаются орехи и изюм. Мы старались. А решать получилось похоже или нет вам. А как сделать так, чтобы рубрика продолжалась, вы прекрасно знаете. Просто ставить лайки. Набираем 200 тысяч лайков и выходит новое видео из этой рубрики. Пишите в комментариях, что мне ещё приготовить. А также не забывайте подписываться на инстаграм и на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok